Да, я расскажу про то, как Копл стал Филаретом, и продолжу тему еврейского именоречения, смены имен, о которой я много раз говорила, и говорила, например, на прошлой конференции, про механизмы изменения имени. В общем, отчасти продолжу рассказывать ровно об этом, но теперь я хотела бы обратиться к двум шуточным текстам. Один из них был записан нами буквально в первой нашей экспедиции, когда я еще не была опытным еврейским исследователем, он был записан нами совместно как раз с моей коллегой-подругой Светланой Николаевой и с Валерием Ароновичем Дымшицем. А второй был записан непосредственно во время конференции Центра Сефер, в моей как раз первой конференции, правда, не вот этой маленькой, а большой. Его рассказал один из участников конференции, как раз как пример еще одного текста. Я пока приведу два редуцированных текста, и как раз первый текст про Боруха и Степу мы записали в экспедиции, сейчас я пока привожу редуцированный текст, который очень легко находится в интернете, а второй текст, из которого я сделала заголовок, был записан как раз мною во время конференции, он довольно тоже легко находится в большом количестве вариантов, если забить Копл Филарет в Яндексе или Гугле. И вот мы видим, вероятно, такой редуцированный тип этих текстов, который нам показывает механизм замены имени. Собственно, это и рассказывают обычно как пример такого, как из любого еврейского имени можно сделать любое русское имя. И здесь мы видим как пример Копл-Гопл, Гопл это Вилька, Вилька, то есть здесь вариант как бы еще немножко обыгрывания, то, о чем вчера говорили во время докладов, такой еврейской речи не Вилка, а Вилька. Вилька это Филька, а Филька это Филарет. Собственно, здесь несколько важных вещей. Во-первых, здесь мы видим, с одной стороны, попытку как бы такой обыгрывания, как еврейское имя пытаются адаптировать в русское, а с другой стороны, здесь есть элементы типичных детских дразнилок, связанных с именами, такими рифмами. Например, то, что, наверное, известно нам всем из детсадовской или более-менее школьной традиции. То есть там, не знаю, Светка-Конфетка, Машка-Какашка, ну вот Степка-Жопка. И я бы хотела показать как раз более интересный вариант текста, который был записан нами в экспедиции. Он менее, скажем так, редуцированный, он более развернутый, и, соответственно, он начинается с того, что к священнику приходят евреи, которые хотят сменить веру. Этот текст, как я уже говорила, был записан нами буквально в первой экспедиции. Это было, наверное, мое второе интервью, которое я брала. И, соответственно, этот текст был записан от Ицка Швейбыша, который родился в местечке Коришковка и жил в местечке Тульчин почти всю свою жизнь. Соответственно, здесь он рассказывает его на такой смеси языков. Это украинский, идиш. И, соответственно, здесь рассказывается о том, что человек пытается, ну, пытается, хочет сменить веру и поменять имя. Его зовут Боруха. Он хочет, чтобы называли Степа. И, соответственно, далее он говорит о том, что если ты не можешь меня переименовать в Степу, то я, соответственно, не пойду креститься. Далее, как вы видите, священник идет к Равину, и дальше идет объяснение, что как из Боруха сделать Степана. То есть есть слово Брухес, благословение. Из Брухеса получается часто проклятие, то есть Кадухес. Кадухес, в принципе, имеет значение лихорадки, видимо, поноса. Значит, некоторые болезни. Кадухес, соответственно, поносы. Из поноса получается Тухеса. Из Тухеса получается, соответственно, Степа. То есть такой механизм перевода одного имени в другое. И здесь, собственно, обыгрывается, с одной стороны, типичная история смены имени еврея, который либо крестится, либо, например, просто адаптирует свое имя под русское. И, как мы знаем обычно из истории переименования, что имя не берется откуда угодно, оно либо выбирается по созвучию, либо это может быть перевод. И вот я в прошлом году как раз во время доклада показывала, что есть некоторые принципы соответствия выбора имен. Это может быть самый простой принцип, первая однаковая буква, например, Борух Борис, ну или сходное звучание, опять же, здесь тоже, в общем-то, может быть, Борух Борис. Либо некоторый такой перевод имени, то есть Лейболев. То есть, в принципе, как бы идея, традиция говорит о том, что новое имя не может быть взято из воздуха. И, соответственно, священник, который в этом анекдоте пытается подобрать имя для новокрещенного еврея, он говорит о том, что ты же не можешь выбрать имя из воздуха. То есть, в принципе, он как бы адаптируется в некоторую еврейскую традицию и показано, что он знает механизмы смены имени. То есть, в этом смысле есть некоторый тоже комизм ситуации, как меняются эти имена. И здесь, наверное, еще, ну не наверное, а комизм ситуации заключается в том, что, с одной стороны, есть вот это еврейское имя, нееврейское имя, которое пытаются им заменить. И при этом здесь евреи, которые приходят креститься, пытаются и выбрать как бы такое нееврейское имя, как Филарет или как Степан. И мы понимаем, что, ну, мы не понимаем, но мы видим некоторый механизм замены имен, что имя, с одной стороны, выбирается не из воздуха, то есть оно должно быть как бы в еврейской традиции более-менее соответствовать тому, что было у человека до этого. Но, с другой стороны, мы, понимая, что есть некоторая замена, мы видим некоторый определенный, часто анализируя материал, мы видим некоторый определенный набор имен, которые заменяют традиционные еврейские. То есть, в результате, если проанализировать весь материал, который у нас есть, связанный с именами, то мы можем увидеть, что так называемые русские или маркированные как такие более нейтральные, этнически нейтральные имена, которые далее будут восприниматься как еврейские, такие типичные имена. Это тоже, опять же, не любое имя. И понятно, что как бы вот из этого круга некоторых имен и будут выбираться еврейские имена. И здесь я привела некоторый такой набор типичных еврейских имен. С одной стороны, я попыталась проанализировать наши экспедиционные материалы и наиболее типичные имена не только наших информантов, но и те, которые говорят в качестве замен. И я еще привожу статью социолога данные. Тут две колонки. Вторая колонка, точнее, первая колонка. Слева это данные петербургского социолога Бориса Ефимовича Винера, который проанализировал материалы паспортных столов Ленинграда за 1987 год. И он привел, я привожу только мужские имена, я не стала выбирать женские, те, которые наиболее частотны. То есть и мы видим, что это более-менее набор совпадает. Вот в наших материалах, например, есть Ефим. Ну, вероятно, потому что это немножко поколение старше. И это имена жителей местечек, где есть наиболее частотное имя Хайм, которое заменяется на Ефим. Или, например, мы видим некоторую частотность имени Борис у Винера чуть ниже, чем, например, у нас. Оно меняется. Имя Семен, например, оказывается более-менее одинаково частотным и в Ленинграде, и в наших экспедиционных материалах. Но при этом мы видим, что есть некоторые имена, которые не включаются в еврейский именник. И в частности, например, Винер отмечает, что у русских, он анализирует кроме еврейских имен, круг еще украинских, белорусских и русских имен. И, например, он показывает, что у русских и украинцев довольно частотно встречается имя Богдан. А у евреев имя Богдан не встречается примерно никогда, ну, по крайней мере, в тех материалах, которые у него есть. И он говорит, что несмотря на то, что имя Борис выбирает в себя довольно много разных еврейских имен, и Боруха, и Беньямина, и так далее, тем не менее имя Богдан не встречается. Он приводит мотивировку, что Богдан – это очень, как сказать, этнически окрашенное имя, оно отчетливо славянское, с одной стороны, с другой стороны. Как такая мотивировка у него выступает, что Богдан Хмельницкий, поэтому евреи не хотят, соответственно, называть этим именем своего ребенка. И мы, когда опрашивали и разработали опросник, мы со Светой Николаевой добавили туда имя, соответственно, с вопросом, каким именем мне назовут еврейского ребенка. То есть какое имя невозможно для еврейского ребенка. И в такой круг имен нам сказали, что, ну, мы спрашивали, что может не попасть, нам говорили, что, ну, обычно говорили, ну, Ивана мне назовут. То есть типичные нееврейские имена у нас выступали Иван, но Степан. Один раз, но, опять же, это было записано не совсем в экспедиции, это было записано в городе Петербурге от информанта моего возраста, бабушка которого говорила, что еврейского ребенка нельзя назвать Николаем, потому что Николай кровавый, и, соответственно, это имя не то чтобы запрещено, но лучше этим именем не вспоминать этого человека и не называть этим именем еврейского ребенка. Собственно, как раз ее ответом было, что вот Копл, конечно, он Коля, но не надо называть этим именем человека, поэтому лучше каким-нибудь другим, например, Костей. И, соответственно, приводя пример, как нельзя называть, Иван или Степан, в частности, Иван или Степан начинают выступать как такие нарицательные имена для русских или украинцев. Например, первый пример, который я привожу, из Генриха Борисовича Слёсберга, юриста и общественного деятеля начала 20 века, который пишет о своих гимназических годах в Полтаве. Он как раз приводит пример о суде Попове, который, соответственно, всегда защитил бы его, если обида была нанесена каким-нибудь Ванькой или Степкой. Собственно, он как раз в этом контексте, он написывает различные антисемитские случаи, что такого бытового антисемитизма, антисемитизма в гимназии, на улице с гимназистами. И, собственно, приводя этот пример, он говорит, Ванька или Степка, имея в виду, соответственно, не еврея. Второй пример из интервью в городе Черновцы. Соответственно, здесь тоже типичный пример, который приводится. Сегодня день Ивана, завтра день Степана. То есть имеется в виду, что типично русские имена. И, собственно, здесь переход такой происходит от личного имени к нарицательному, когда Иван или Степан являются такими именами, которыми обозначают, собственно, мужика, то есть не еврея и так далее. Ну вот, например, такой пример, переход от личного к нарицательному приводит Гнатюк в своих фольклорных записях конца XIX века из Галиции. Тоже трудно определить, наверное, жанр некоторый, как можно фольклорный. Наверное, это можно определить как анекдот, когда он описывает некоторую встречу на рынке и обращение еврея к нееврею. Там, соответственно, чуя Иван, слухай мошку. То есть, соответственно, здесь как бы раз еврей, значит, мошка, раз нееврей, украинец, то, соответственно, Иван. И здесь я еще привожу такое выражение жидивские ваньки, которые, опять же, тоже встречаются в Галиции для обозначения, ну, то, что можно обозначить как шаббезгои, то есть люди, которые неевреи, которые приходят на шаббат к евреям, чтобы помочь им по хозяйству, зажечь плиту, просто пить печь, подогреть еду и так далее. То есть здесь тоже такой как бы Иванки или Иван выступает в качестве такого нарицательного имени для нееврея. И, собственно, как отмечал петербургский лингвист Клубков, в такой традиционной функции нарицательного имени выступают в русской речи обычно имена Иван и Петр. Надо сказать, что Петр у нас никогда не встречался, и имя Иван обозначает просто русский мужчина или просто человека, пишет он. Надо сказать, что, опять же, это имя Иван или имя Степана оказывается таким невозможным именем для называния еврея. Интересно, что, например, таким именем, хотя нам никогда такого не говорили, но если посмотреть по именнику, то почти отсутствует у евреев в тех местечках, где мы работали, вот в этом именнике имя Алексей. При этом, например, если, опять же, посмотреть материалы Виннера, у него в брак в материалах, где, соответственно, дети мужские имена и где у ребенка оба родители евреи, имя Алексей тоже отсутствует. А вот в смешанных браках имя Алексей занимает примерно пятое место по частотности. Ну, опять же, у него там 87-й год. При этом, например, интересно, что у горских евреев имя Алексей довольно частотно. И вот я имею в виду в 20-м веке, во второй половине 20-го века имя Алексей является таким очень частотным и довольно часто встречается. И мне кажется, что здесь, опять же, мы видим некоторую такую связь с этнической, религиозной, в частности, скорее даже, религиозной принадлежностью довольно значимого, даже не святого, а именно праздника Алексея, Алексея Человека Божьего, весеннего праздника, такого довольно заметного, отмеченного в календаре, который связан с переходом, сменой сезонов. И опять же, тут надо посмотреть больше материалов, проанализировать, но мне кажется, что важность отсутствия этого имени в именнике объясняется именно этим. Еще одним таким нарицательным и даже более значимым именем для еврейской традиции является имя Афоня или Афанасий. Я предвожу здесь несколько контекстов. То есть Афоня, в смысле, имеется в виду, как евреи нарицательно называют русского, то есть, скорее, не еврея, православного. И здесь довольно много разных контекстов. Я решила привести несколько из экспедиций. Их, на самом деле, не так много в экспедиции. Один первый, и надо сказать, что оба раза они были очень спонтанно употреблены, когда мы никак не провоцировали и не спрашивали. Соответственно, вот одна запись – это Рига, 2015 год. Информантка родилась в 1930-е годы в Далгов Пилсе. И на вопрос, а угощали ли вы не евреев мацой, она говорит, да, конечно, фоньки ее любят. При этом дальше, я не стала приводить чуть-чуть дальше рассказ, из которого ясно, что фоньками она называет не латгальцев, не латышей, а именно русских, как бы старообрядцев и православных. И второй контекст – это запись из Смоленска. Женщина родилась в Рословле и большую часть своей жизни прожила, ну не большую часть, до поступления в университет, она прожила там. И она рассказывала о том, как воспринимали революцию. И она говорила о том, что вот всегда, говоря, что евреи совершили революцию, а это не так, потому что мой папа всегда говорил, какой-то фонька залез, красный флаг поставил. То есть имеется в виду, что какой-то русский залез, красный флаг поставил, стало, в общем, не очень хорошо жить. То есть, соответственно, опять же, такой контекст употребления. Дальше я привожу пример из книжки «Шкловцы» Залмана Шнеура, как раз по переводе Валерия Аронтью Дымшица, где несколько раз, опять же, встречаются в этом контексте, например, фонятские слова, в смысле слова русского языка. Ну или пример из «Гительмана», где, соответственно, фонеганев называется «русский царь», то есть фонька вор. Называется «русский царь». То есть, опять же, имя Афанасий и Афония выступают как такое нарицательное имя, даже в большей степени, чем Иван или Степан. Ну и, в общем, уже более-менее подходя к концу, я бы хотела сказать, что в нашем контексте показано, в контексте этого анекдота про Степана и Боруха, показано, что имя Выкрест не может выбирать просто так, оно должно быть созвучно. Но здесь бы я как раз хотела сказать, что это такая немножко, что называется, версия из еврейской традиции, когда имя не выбирается просто так, как я пыталась показать. А вот если посмотреть на Выкрестов и выборы имени, то у меня не очень большая выборка, я постаралась привести несколько примеров. Я работала с материалами киевской консистории, где есть несколько крещеных смен имен Выкреста в конце 19-го, начало 20-го века. Ну и привожу свой любимый пример этнографа Владимира Богораза, который до крещения, как пишет Зеленин, носил имя Натан Менделевич, а в крещении он принял новое имя Владимир. То есть можно предположить, что Натан стал бы каким-то другим вариантом, вряд ли Владимира. Тут мы не видим никакого несозвучия, ничего. А Аврум становится, например, Николаев в мейлах Никифором к Дальмихаилу. При этом я опять же пыталась проследить, есть ли какая-то связь, например, с тем днём, когда человек крестился. То есть, например, это в случае, например, с Николаем или Никифором, или Михаилом, в отличие от Богораза мы знаем, в день крещения. Мы видим, что там нет никакого соответствия, и выбор имени происходит каким-то совершенно невероятным способом, похожим на то, что нам рассказывают в анекдоте. То есть нет ни созвучия, ни, например, соответствия Дню Тому Святого, в которой он крестился, или в ближайших дней, в случае, например, с Никифором или Михаилом. То есть выбор имени происходит довольно случайным образом. То есть здесь скорее вот этот механизм, когда нужно найти соответствие, нужно показать, он характерен для тех евреев, которые не меняют веру, а просто, как, например, в случае с Леозбергом, папу которого звали Шая Борух, он выбирает отчество Борисович. Или, например, с Шимоном Дубновым, который становится в начале XX века, с Семеном Дубновым. То есть здесь происходит как раз такой сходный механизм. А в случае крещения имя выбирается как раз очень рандомным образом, как мы видим. То есть в этом случае анекдот показывает нам некоторый контекст замены еврейского имени, попытки включения и ассимиляции в нееврейскую среду. Но при этом, надо сказать, что в анекдотах выбираются в качестве таких примеров, в качестве, вернее, не примеров, в качестве замены имен выбираются имена очень маркированные, имена, которые выглядят не этнически нейтральными, например, как Борис или Александр, особенно имя Александр, а имя, которое выглядит как бы как некоторое нарицательное имя для неевреев, например, Степан, или имя, которое выглядит заведомо как очень маркированное религиозное, то есть Филарет. То есть мы понимаем, что в начале XX века, кстати, я забыла сказать важную вещь, что я не очень понимаю датировки этих текстов, то есть примерно к какому времени относятся происхождение этих текстов, и есть разные варианты, например, я не знаю, какой первый вариант фиксации, кто-то пишет про 30-е годы, но первых каких-то ранних вариантов фиксации я не нашла, то есть я действительно их знаю, как вот тексты, записанные в последние годы, ну мы понимаем, что, наверное, это какой-то XX век, условно говоря, начало XX века, 20-е годы, я пока, или на конец 19-го, мне трудно сказать. И то есть мы понимаем, что в любом случае для XX века имя Филарет выглядит как такое немножко уже устаревшее, и имя, которое скорее может быть либо старообрядческим, либо имя, которое соотносится с православным духовенством. То есть заведомо в этих анекдотах такими именами выступают имена очень этнически маркированные. Иван, Степан, Филарет, Афоня и так далее. То есть имя, которое, как я уже сказала, очень этнически, точнее даже скорее не этнически, а конфессионально окрашены. Вот, большое спасибо, я уложилась. Спасибо большое за хорошее, интересное сообщение. Нас тем временем стало вон как много, что приятно. Пожалуйста, коллеги, вопросы, реплики и так далее. Аня, пожалуйста. Так, меня слышно, да? Да. Значит, у меня тут одно соображение и два вопроса. Сейчас я подумаю, с чего начать. Наверное, первое такое. Ну вот мы имеем дело с этими, в общем, анекдотами, такими лингвистическими анекдотами. Но понятно, что по сути, как ты правильно совершенно сказала, речь идет не просто о смене имени в большинстве из них, но и о смене как бы идентичности. То есть человек переходит в другую веру. И в связи с этим у меня такой вопрос, есть ли какие-то примеры того, как этот анекдот контекстуализован в более широкий рассказ о, собственно, крещении. То есть вот идет некий рассказ про некого человека, который избирает крещение, и внутри этого рассказа вот такой анекдот. То есть это мы имеем дело с текстами, которые травятся, как анекдоты под какую-то определенную ситуацию. Или это некий анекдотический такой выверт, который может быть вставлен в более широкий контекст именно смены веры. Второй вопрос. Есть ли такие анекдоты с женскими именами? Если нет, то почему? И соображение – это посмотреть, что происходит с именами, если что-то происходит вообще, потому что не всегда происходит, когда люди эмигрируют. То есть это скорее не трансконфессиональный такой контекст, а транскультурный, транслингвистический. Ну, например, как Константин в Америке, скажем, часто становится кифом. И так далее. То есть посмотреть, насколько те лингвистические механизмы, которые прослеживаются на материале вот этих анекдотов, работают сейчас. Спасибо большое. По поводу первого вопроса. Это очень интересный и важный вопрос. К сожалению, я уже сказала, что в живом бытовании мы записали, собственно, этот текст всего один раз, который вот про Степана Бориса. И он был связан с тем, что я спрашивала про переименование, как сейчас называют, как выбирают имя. И, соответственно, вот это вот было вставлено в качестве такого анекдота, что еврейское имя может превратиться в совершенно любое. И таких текстов с женскими именами я не знаю. Я знаю только действительно вот два текста. Один про Копла, другой про Степана. Про женские имена совершенно не знаю. И мне кажется, что с женскими именами в силу каких-то вещей гораздо проще и легче, потому что, опять же, нееврейские имена гораздо легче проникали в женскую часть еврейского мира в силу особенностей, потому что там не так важно. И действительно хорошо бы посмотреть контексты, но, увы, их нет. И даже ранней фиксации текстов их фактически... Ну, я не знаю. То есть, опять же, этим надо специально... Ну, еще бы посмотреть какие-то архивы с еврейским фольклором. Вот. Соответственно, вторая часть вопроса... Да, я немножко этим занималась. Про то, как сейчас меняются имена при иммиграции. Ну, даже не сейчас, а вот в 90-е, начале 2000-х, как они меняются. И, например, было интересно, что человек, который... Ну, у меня есть несколько примеров. Как, например, человек, который знал, что его назвали в честь Моисея Михаилом, приезжая в Израиль, меняя имя, он не становился Моисеем, он становился Михаэлем. Или, например, он выбрал имя Дов. Ну, в смысле, как бы, Мишка. Имея в виду, то есть, как бы... Ну, то есть, это тоже довольно интересно. Или, например, человек... Сейчас я не помню, в честь кого его назвали Евгением, при переезде в Германию стал Ойгеном. А не, соответственно, не поменял имя на то, которое... В честь кого его назвали. Вот. И, соответственно, у нас есть примеры там... Еще разного рода. То есть, это, соответственно, можно посмотреть. Но миграцией мы занимались действительно в меньшей степени. Миграция, в смысле, в другую страну в 90-е. Но про это, кажется, есть некоторое количество тоже, опять же, статей. И есть, опять же, вот я еще вспоминаю пример израильской исследовательности, которая занималась именем Светлана. И, в частности, она тоже показывала, что суры Сары, которые были Светланами, в Израиле становятся орами, а никак, опять же, не возвращаются к своему традиционному имени. Я где-то встречала целую подборку таких советов, так сказать, людям, которые именно в Израиль переезжают. И там очень разные, так сказать, вот как это имя. Можно так, можно всяк, можно Анна-Анаи, там, можно Ханна, там, ну и так далее. Да-да-да, то есть они, скорее, в ситуации, они не возвращаются к тому имени, который, даже если они знают, через кого они были названы, они не возвращаются к этому имени. То же самое происходит обычно в американской миграции. Ну, то есть, у меня, опять же, не очень большой круг примеров, но тот круг, который есть, он показывает, что почти 100% нет возвращения к традиционному имени. Большое спасибо. Пожалуйста, Док Берр, включите, пожалуйста, микрофон профессору Керлеру. Микрофон. Да, извините. Света, большое спасибо, дико интересный доклад. И я только хочу начать с анекдота насчет Америки. Есть намедительный анекдот, который рассказывал, если не ошибаюсь, покойный Уолтер Матау, это был такой комик американский. Он сказал, что как-то он рассказывал, что Берр и Шмерл приехали в Америку и в Кони Айленд и поменяли имена. И вот Берр сказал, что ты будешь Брок, а Берр, ты будешь Прок, а Шмерл уехал обратно. Потому что он не хотел называться Шмоком. Тут два очень важных момента, я думаю, на самом деле, для меня во всех случаях. Во-первых, вот эта форма делает цепочку, которая ассоциируется. Есть внутренняя фольклорная традиция в еврейском и медицинском фольклоре. Это в основном даже не Алофбейс, а Идиш и Лошинкоидиш. Овыза, Тотар, Тотар из Кейдер, Кейдер, из Хейда, Хейдер, из Циммер, Циммер, из Крымер. Я сейчас придумаю, но мы записывали такие наступы настоящего. Там один даже разработан, я пришлю, попробую как-то объяснить, я тебе пришлю сноску. И я думаю, что тут какая-то связь есть. Потом из моего личного детства, я очень хорошо помню, что мне рассказали, если мне кажется, то ли в Карпатах, то ли в Одессе, мне рассказали, как из Берла становится Александр, что такое, что-то тоже похоже. Борох, Брохос, Брохос, Тухос, 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 Топа, Жопа, Степа. Я восстановить сейчас не могу, но это надо подумать, я, наверное, еще вспомню. Это один момент. А второй момент, это что именно в этой области, в отличие от многих других трест-лигуманитарных наук, лингвистическое деление на синхронию и диахронию поразительно хорошо срабатывает. Потому что речь идет о определенных социоисторических контекстах. Для людей моего поколения Ефим это более-менее еврейское имя. Я ни одного русского по имени Ефим не знал и не слышал о таких. Так что синхронно для меня Ефим это стало еврейское имя. Точно так же, как Афония не мог стать еврейским именем. Теперь про этимологию Фони. Тут очень интересный момент исторический случается, что сложилась такая традиция лексикографическая, если ошибаюсь, начиная с Аркавии, что объясняет слово Фони, что это именно русский солдат или русский офицер. Именно что это, потому что речь идет о противостоянии России и Польши, что русский появляется в качестве солдата. Но на самом деле это действительно из-за Фони. И Фония это то же самое, что в свое время всех немцев называли фрицами. Я даже не знал, что фриц этого способа было распространено имя. Так я думаю, что узко-социально-исторический контекст очень важен. И очень часто он утрачивается. И он не кратит такую роль. Поэтому Света может стать орой. И там они, я не знаю, или Моисей становится Михаэлем, или Домом даже. Вот так вот. Так что тут все очень зыбко, но какие-то контуры можно проявить. Очень хороший пример – это имя Адам. Был такой Адам, от которого Большентов получил таинственное учение и запись его. И в свое время разбирали этот шмырук нашел. Да, действительно, люди писали какое-то непонятное имя, кого называли. Оказывается, что в начале XVIII века это было распространенное имя. Это как-то можно было установить исторически. Так что почему я привожу в этот пример? Потому что очень много зыбкости здесь. Но у нас, слава богу, есть много материалов, что можно установить относительные контуры, относительные рамки определенных периодов. Вот именно периодов. И огромное спасибо. По-моему, очень интересный доклад. И давай дальше. Да, спасибо большое. Действительно, вот этот механизм цепочки, он, видимо, традиционно еврейский, такой традиционно еврейский фольклорный. И буду очень благодарна таким примерам. Ну и вообще, сам механизм выбора имени и прочего – это такая, конечно, очень традиционная еврейская вещь. Значит, еще реплики и вопросы, коллеги, пожалуйста. Вот там вот Виктория Валентинова. Пожалуйста. У меня просто такое примечание. Света, спасибо вам. И вам, может быть, в копилку. И это связано, кстати, с тем, что сейчас говорил Довбер. Есть такой еврейский, замечательный, еврейский-польский писатель Песах Старк, который взял псевдоним Юлиан Строяковский, потому что он из города Стрия. И у него есть такая галицийская трилогия, совершенно замечательная, три романа. И вот он там, имитируя речь галицийских соплеменников, еврейских, и описывая начало Первой мировой войны, он говорит, это речь персонажей, а фоньки наступают. Фонька совершенно там не придерживается никаких там правил военного искусства. И вот фонька придет, и там именно русский солдат, именно русская армия. Так что это вот еще вам галицийский регион. А он очень дотошно так, он это очень передает, понимаете, он следует этой существующей традиции. А еще в качестве такой забавной вещи могу вам напомнить, что у нас есть во Львове коллега, который участвовал в наших школах, которого зовут Богдан Гой. Гой – это его фамилия. Вот, пожалуйста. Все в стернен, все, что нужно. В общем, идеальное сочетание. Да-да-да-да. Спасибо, Света. Спасибо большое. Так, пожалуйста, Сергей и Ольга, кто там, вот они оба поднимали руку, включите микрофоны, пожалуйста. Как уступят, я не знаю, Сергей Викторович. Да, я хотела бы сказать непосредственно о докладе о некоторой классификации вот по поводу Филарета, Богдана и так далее. Ты говоришь, Свет, что Филарет – это ближе, скажем, к священническому имени, скорее даже здесь к монашескому. И действительно, это может быть из-за того, что оно почти не употребляется. И вот как уже говорилось, что Ефим – это практически тоже… это Ефимий – это монашеское имя, а в православной среде он таким именем уже практически не крестит, и действительно это перешло в еврейскую среду. Потом по поводу имени Бориса и Богдана и вообще имен Набе. Почему при сходстве, или точнее при вот такой стратегии, когда выбирается сходство звуковое, выбирается только имя Борис? Дело в том, что в православной традиции кроме имени Бориса Набе вообще имен нет. И это можно посмотреть в книжке Бориса Андреевича и Федора Борисовича Успенских «Иноческие имена на Руси» 2017 год. Она там частично висит у нас на сайте хотя бы содержания, где как раз пишется о том, что даже те Борисы, которые принимали монашество, схему, они принимали с таким искусственным именем Боголеп. Потому что Богдан – это вообще не крестильное имя, поэтому Богданом в принципе выкрестов назвать не могли, то есть этим именем не крестили. Богдан – это Феодор, собственно говоря. Потом по поводу твоей классификации. Ты пишешь, что у тебя первое – это звуковое сходство, фонетическое сходство по первым буквам, может быть, и перевод. Но все примеры, которые ты приводишь, они, в общем-то, входят в одну и ту же классификацию сходства фонетическое. Там Лейп, Лев, Светлана Сура и так далее. Кроме того, есть вот типологический, можешь посмотреть. Например, в болгарской традиции. Вот это фонетическое сходство и наименование по первой букве имени практически никак не различаются. То есть, может быть, в фольклорной традиции это вообще одна и та же вещь. Например, в Болгарии, когда детей крестят в честь свекрови или тещи, например, она какая-нибудь, не знаю, там будет теща Иванка, а девочку могут покрестить Илоной. Ну, там нет такого, чтобы давали, там все имена дают, они входят своими именами в церковь, а не наоборот, как у нас. То есть, это совершенно не имеет значения. И, может быть, вот тоже здесь такое действие фольклорной традиции, именно еврейской. И вот по поводу выкрестов выбора имени, опять-таки, это может быть очень разные вещи. Опять-таки, надо смотреть, наверное, надо, наверное, брать большее количество примеров. Я знаю из других традиций, что люди, которые крестились, там католики, например, выбирали просто православное имя по святому, в честь которого назван храм и так далее. То есть, то, что опять-таки говорилось, здесь, мне кажется, вот сейчас оставлять такую классификацию даже преждевременно, потому что это очень большая проблема. Спасибо. Спасибо, Оль, большое. Я хотела бы ответить по поводу, смотри, Бориса и Богдана. Я все-таки говорила не уже, как бы мы говорим о ситуации выкрестов, но я говорила и о ситуации 20 века, когда человек выбирает имя, совершенно не имея в виду адаптироваться в нееврейскую среду, чтобы имя не звучало очень по-еврейски, в смысле Борух, и дальше он может выбрать себе, он не идет в церковь, он идет в ЗАГС записать, он вполне себе может стать Богданом в 87-м году в городе Ленинграде, но не выбирает его. Что касается классификации... Извини, Света, ты говорила как раз о фонетическом созвучии, а это фонетическое созвучие единственное, и первая буква, потому что другого имени на Б нет. Есть Борис, есть Богдан, можно выбрать не Борис, а можно выбрать Богдан, но Богдан не выбирается никогда. И второе, что касается классификации, может быть, ее делать преждевременно, но отчасти вот те вещи, которые я говорю, это классификация, которая в некотором смысле такая народная, ее предлагают, когда говорят, например, они говорят, лейп, это лев, поэтому мы называли его таким образом. Соответственно, ну, то есть, как бы здесь имеется в виду, что они тоже это предлагают, они не говорят, что мы выбираем, потому что одна и та же буква. А вот в варианте, там, не знаю, шурик, шмерл, они будут говорить, что это на одну и ту же букву. То есть, классификацию построила из того, что тебе говорят информанты, то есть, это народная такая, ну, какая, народная интерпретация. У тебя классификация на самом... Отчасти, да, отчасти народная интерпретация. Пожалуйста, наверное, следующий, вот, Сергей. Да, если можно, я постараюсь очень коротко, хотя дискуссия страшно интересная, и доклад очень провоцирует на вот обсуждение просто многих уровней. Целиком поддерживаю идею про хронологические страты и про социокультурные мотивировки, потому что, конечно, Филька где-нибудь там в XIX веке, в отличие от Филарета, был нагружен вот таким, как сказать, придурковатостью, и комедийное амплуа было постоянно, как бы, этого имени. То есть, вот, именно в качестве мотивировки каждого конкретного имени надо смотреть и держать, вот, как бы, может быть, какой-то контекст специфический. А с другой стороны, вот нашу, как бы, славяно-еврейскую, как бы, как сказать, чуть-чуть поддержать линию, есть какое-то количество, как бы, механизмов, которые, как кажется, вот, знакомы и славянскому фольклору. Наша с вами, в том числе, вот эта поносная тема, тема болезни, да, вот, икота, икота, икота перейдена Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, да, значит, соответственно, вот те же механизмы, так сказать, чередование имен. Вопрос, как сказать, насколько это наш, так сказать, природный славянский текст, или, может быть, он тоже, как бы, спровоцирован, да, какими-то контактными зонами взаимодействия, а с другой стороны, есть, вот, в Сусе они есть, и, может быть, в Ату надо посмотреть, тоже Арна Томпсоне, параллели, как раз с крестильными именами, в отличие от бытовых имен, подходит к причастию, и для тебя как зовут? Лизавета, это ты для мужа Лизавета, для Бога ты Елизавета, тебя как зовут? Катерина, для мужа Катерина, для Бога Екатерина, а тебя как зовут? Давид, а для Бога Едовид. Ну, вот, то есть, вот эти игры с именем, они, как бы, явно, как бы, тоже, вот, где-то в украинской, скорее, как бы, среди чем-то, там, северной русской, конечно, да, вот, они тоже знакомы, они тоже известны, поэтому очень богатый материал, и можно еще, как бы, попробовать поставить чуть шире и на те же механизмы параллели поискать. Спасибо. Спасибо, да, это отлично. Пожалуйста, еще реплики, вопросы. Тогда я себе... Пельшат хотел еще. Пельшат. Пожалуйста. Да, добрый день, дорогие друзья. У меня коротенький вопрос есть. Свет, вот вы говорили о перемене имени на материале, вот, консистории, да, то есть, дореволюционные какие-то. А наблюдается ли какая-то резкая смена тенденции после революции? То есть, кто-то, может, изучал материалы вот этих объявлений в газетах, которые в 20-е годы давались о смене имени? Как бы, что-то происходит такое вот кардинально иное или нет? Ну, я бы сказала, я, честно говоря, не занималась тем специально, но мне кажется, что в плане кардинально иного после революции, во-первых, происходит смена имени, во-вторых, мне кажется, что именник пополняется довольно большим количеством новых имен, которые не имеют отношения к никакой традиции, то есть, в этом смысле, может быть, не только еврейская, но и любая традиция впитывает больше, ну, начинает выбирать больше имен, чтобы вобрать новые имена, какие-то новообразования, или у имен появляются какие-то новые трактовки, мне кажется, вот только в таком смысле. То есть, я как бы не могу сказать. Ну да, я просто думала, что, может быть, если вы занимаетесь, вы можете сказать, потому что это, конечно, требует обращения именно к этому материалу, а никто не писал про это? Вот именно анализ вот таких вот объявлений? Именно объявлений, честно говоря, я не знаю, то есть вот про, ну, и про смену именика именно еврейского я тоже в 20-30-е я не встречала. То есть, да, появляются новые разного типа имена, ну, так, даже не всегда какие-нибудь там новояз, но при этом они, вот они так или иначе есть. Ну, я в прошлый раз говорила про разного рода диминутивы, которые становятся еврейскими именами, типа Саша и Лиза. И вполне себе существуют они вплоть до середины 20-го века, когда происходит некоторая большая унификация. Вот тут как бы есть такая заметная вещь. Унификация, и, соответственно, Лиза становится по паспорту Елизаветы Александры, Саши Александрами и так далее. А что, спасибо большое. Еще, пожалуйста, какие-то реплики. Значит, я прошу прощения, поскольку действительно тема чрезвычайно важная и меня лично интересующая, много раз с уважаемым докладчиком обсуждавшаяся, то в продолжении разговора несколько реплик. Первое. Конечно, правы абсолютно Довберы и Алексея, и Сергея, прошу прощения, о том, что, значит, тут есть пересечение социальных практик, смязанных со сменой имени, то ли в крещении, то ли, значит, вот уже гражданской ситуации, и такой специфической игровой культуры, которую я бы обозначил как рамочно, как сделать из мухи слона. Вот мы знаем все эти лингвистические игры, когда, заменяя по букве, ты приходишь от слова А к слову другого, слово Б. Значит, и с именами, да, известный анекдот там, что не надо путать Гоголя и Гегеля там и так далее, и так далее, не буду это все знать, да. То есть это часть, вообще говоря, вот эти два анекдота, которые были затравкой сегодняшнего доклада, они часть некоторой фольклорной такой вот смеховой традиции, которая смежна еще к тому же с всякого рода играми, игровыми всякими затеями. Это первое. Второе. Мне кажется, что в этом сложно сочиненном довольно анекдоте про Боруха есть одна довольно тонкая вещь, которая позволяет датировать появление этого текста, а это именно расщепление религиозной и этнической идентичности. Потому что священник, который говорит, Борух, ты в крещении станешь Борисом, хочет сказать, что, дорогой, ты крестишься, но не перестанешь быть евреем, потому что Борис в наши, так сказать, дни – это конвенциональное еврейское имя. В то время как человек, который говорит, что он хочет быть Степаном, он говорит, я не только хочу сменить веру, но я и хочу сменить этническую идентичность. Вот, собственно, о чем, так сказать, пря происходит. То есть мы видим, собственно, момент, когда этничность и религиозность расходятся, это довольно поздний момент. Значит, и по поводу имени Богдан – это действительно мирское имя, не присутствующее в связях, и, собственно, была большая статья в свое время, вот неважно, которая показывает… Мы знаем, что в еврейском аномастиконе есть какое-то количество славянских имен, а, значит, в конце 16-го, начале 17-го века имя Богдан – одно из самых популярных еврейских имен в Восточной Европе, но в 1648 году как рукой сняло. Что там случилось, как говорится, вот можно только догадываться. Реально евреев Богданов до середины 17-го века было просто пруд пруди, как, я не знаю, там, женщин по имени Злата или Чарна, допустим. Можно я тут вклинюсь, как в 30-е годы евреев с именем Адольфом по-немецки говорили. Да, совершенно не знаю, а потом как-то мода прошла. Бог знает, что такое-то случилось. Вот, значит, и последнее все-таки, а то Маша на меня смотрит совершенно какими-то кровавыми глазами. Значит, я не могу не зачитать текст, который я все ждал, что кто-нибудь вспомнит. Это в русском переводе, ну, неважно. Значит, замечательный рассказ. То есть популярность этого механизма и его обыгрывание, то есть в расчете на то, что аудитория узнает и посмеется. Значит, рассказ Шламалейхама «Два антисемита». Представляет автор своего героя. Он генерал, не военный генерал, а не генерал-губернатор, а генерал-инспектор, то есть агент одного из страховых обществ. Фамилия его Немчик, а имя его Хаим. Но он подписывается Альберт, а зовут его Петя. Поначалу это может показаться немного диким, то, что из Хаима вдруг вырастает Альберт. Еще можно понять. Превращается же у нас Велва во Владимира и Сруэлла в Исидора, а Авраам во Вакума. Но как из Хаима произошел Петя? Тут уж надо пофилософствовать, углубиться в языковую премудрость и рассуждать логически. Прежде всего мы из Хаим выбрасываем букву Х, затем почтительно просим выбрасываться букву И и букву М, остается, стало быть, одно А. К этому А мы приписываем всего лишь букву Л, букву Б, букву Е, букву Р, букву Т. Получается Альберт. Не так ли? Но из Альберта само собой получается... Ну, а из Альберта само собой получается... Вот Света к вопросу о Степе. Альберт, Берта, Бета, Петя, Сик Транзит, Глория, Мунди. Так, стало быть, из утки получается индюк. Вот что пишет классик, который, по-моему, умудрился просто в двух абзацах описать примерно все механизмы, значит, перечисленных. Ну, мне кажется, что он не классик опирался на фольклорную форму. Естественно. То есть я хочу сказать, что это такая история, которая как бы в его аудитории весьма массовой находила отклик и была всем понятна. Да, спасибо большое. Вот просто этот кусочек имеет смысл где-нибудь потом процитировать. Рассказ 2-7. В статье. Вот, хорошо, спасибо.